Россию нужно смотреть и на восток, и на запад, и на юг, и на север, и вверх, и вниз, и так далее, и так далее. Это же огромная страна, которая, события в которой влияет на весь земной шар. Знаете, я могу, если хотите, я могу такую реминесценцию из истории показать, почему Колумб открыл Америку. Это связано с Россией. Это связано с процессами, которые происходили в России. Потому что Иван III, первый русский царь, он объединил все русские княжества. Великий Новгород хотел объединиться, потом обманул его. Тогда Великий Новгород силой захватили, и в результате Великий Новгород вышел из Гонзейского союза, из обмена товарами с Западом Европы. И Европа перестала получать воск из России. Главное, товар без свечей тогда ничего нельзя было сделать. У нас пасеки, у нас все было. Поскольку исчез воск, и исчезли меха, то в Испании, которая не входила в Гонзейский союз, но Испания, которая зависима была от Европы, она стала искать новые рынки. И Колумб отправился в Америку. Он думал, что это Индия, правда. Но это было связано с... То есть процессы в России всегда влияли, но не всегда, а с тех пор, как Россия стала фактически огромным государством, великой державой. Процессы в России влияли на весь мир. А теперь... Я опять забыл ваш вопрос.